братья по оружию друзья вас всех приветствую данном видео я расскажу о спецназе софринской бригады самый распространенный самый частый вопрос который мне задают задавали это почему спецназ софринской бригады носит береты на правую сторону честно скажу я сам долгое время этим вопросом интересовался он меня беспокоил но ответов не мог найти не было контактов когда писал книгу окропленные контактов с ветеранами софринской бригады у меня не было после уже написание как-то познакомился с кем-то но никто толком ничего сказать мне не мог одно второе то есть когда-то это было заложено в самом начале но потом это уже забылось и как с 29 августа все делают почему уже не помнит не знают вот после выхода фильма тизера окропленные я познакомился еще с одним ветераном а софринской бригады у меня познакомил еще с одним именно с ветераном спецназа вот я этот вопрос начал задал мы начали копать в итоге я дошел меня вывели на самого первого командира софринской урсе на валерия чернышова и вот тогда я уже получил окончательный ответ почему вот выяснил это и сейчас я вам это скажу но просто видео записывать о спецназе софринской бригады и только сказать об этом этому будет некорректно и неправильно потому что рассказать необходимо о таком легендарном подразделении спецназа вот и хотя бы кратко историю его его путь нужно рассказать вот поэтому это я и сделаю наверняка даже ветераны софринской бригады софринского спецназу не не все факты знают те факты которые узнал я думаю им тоже будет интересно послушать итак софринская урсе была создана 18 мая 1989 году и уже меньше чем через месяц она отправилась свою первую боевую командировку фергану а затем уже то есть как началось вот и горячие точки начались и витязь уже там гонял по этим горячим так и они 4 июня как уехали 18 почти вот и пошло пока не закончились вот софринская урсе стала вторым штатным подразделением спецназа во внутренних войсках то есть не штатные подразделения создавали сразу после того когда была создана первая учебная рота спецназа в дивизии дзержинского который стал витязем я буду называть урсеем дивизии дзержинского сразу витязь чтобы по много раз это не объяснять вот но именно штатным подразделением спецназа стала именно софринская урсеем вторым после витязя уже в сентябре того же года то есть мы и создали сентябре того же года прошла первая сдача на краповый билет софринская урсе она проходила в командировке в баку вот опять же тогда не было каких-то четких положений еще квалификационном испытании были какие-то рекомендации и значит до того как положение уже не было утверждено командующим значит наберет сдавали без бронежилета без шлема софринская но они были просто форме но во первых сдавали со своим штатным оружием то есть то стрелок с автоматом снайпер со снайперской винтовкой пулеметчик пулемета гратометчик гратомета и марш был не 12 километров а 20 километров это было до девяносто третьего года пока не было не утверждено уже положение квалификационном испытании краповый но сдача всегда была жесткая динамичная такая настоящая спецназа когда я видел эти сдачи вот я думаю каждый кто видел видел какие ну сдача матера такая настоящая спецназовская сдача вот и вообще должен сказать что когда я видел по тв старые вот эти записи тв первые софринская урсе я читал очень кем кстати валерий чернышов первый командир он пишет записки вернее очерки какие-то называют их записки командира софринского спецназа что доказывает что спецназовцы талантливые люди вот и когда я читал эти очерки смотрел эти вот кадры тв передач я вот прям чувствовал этот дух я и видел черты те черты которые я видел витязи вот меня вот не вот было ощущение что я читаю проявитесь также матерые выполнялись боевые задачи дисциплина дух какие-то традиции были похожие то есть спецназ был я разобравшись я понял почему так почему собственности спецназ стал таким матером и тут есть несколько факторов первый самый главный фактор почему софринского сент стало таким матерым спецназом то что командиром был назначен валили валерий чернышок сразу после окончания училища где он тоже учился по программе обучения по подготовке подразделения спецназа он сразу попал в пятый полк из дзержинска в нештатную роту спецназа 81 году уже и вот до восемь девятого года то есть восемь лет он служил там и понятно что он плотно общался с витязем тогда еще сын еще раз повторюсь он плотно общался с витязем учились у него они до перенимали опыт традиции то есть восемь лет он учился и пропитался то есть брал все лучшее оттуда и поэтому когда была создана урсен софрина понятно что все это начал вкладывать в свое подразделение еще один фактор характеризующий этого офицера командира именно офицеры витязя предложили ему выбрали у всех офицеров и предложили ему возглавить урсен софринской бригады именно его кандидатуру они предложили командованию то есть они понимали что этот офицер матерый спецназ и он сможет создать матерое настоящее подразделение спецназа что в итоге и получилось вот и именно валерию чернышову нужно сказать первую очень спасибо за то что было создано такое классное подразделение спецназа еще одно классное подразделение спецназа в войсках вот второй фактор который также повлиял на формирование урсен было то что заместителем командир роты по политической части сам болит стал олег сулема который проходил стажировку в витязи курсантом и он выявил желание пройти стажировку не на командной должности рядовым бойцом и он целый месяц варился в этом котле среди бойцов тренировался вместе с ними жил то есть все эти традиции все это он впитывался и понятно когда он пришел он тоже начал все это передавать вот тоже мощный фактор третий фактор это то что командиром софринской бригады был владимир мальцев первый командир в витязи понятно что он в зеленый свет на все давал помогал подсказывал и как сказал валерий чернышев не чернышов все вопросы он решал с ним по подготовке развития он все непосредственно с ним решал вот и еще один фактор который тоже сыграл значение то что не штатным куратором спецназа софрина стал заместитель командира бригады виктор еловский который тоже много помогал в создании развития подготовки так далее в данный момент он является председателем совета ветеранов софринской бригады батархи крапова беретов что думаю с огромным уважением к нему ветераны относятся думаю это характеризует тоже хорошо данного офицера вот вот эти факторы повлияли повлияли на то что софринский урсен стал таким каким он стал матерым настоящим прям вот вот таким да вот и я хочу поблагодарить всех этих офицеров за то что они создали это подразделение вот середине 90-х годов со слов ветеранов это была осень 94 года софринский урсен было переформировано в гсм сокол группа специального значения сокол уже перед самой перед самым началом первой членской кампании где тоже активное понятно активное участие принимали выполняли достойно задачи и моей книги окропленные описываемые события которые бамутские там тоже была гсм и я упоминаю бойцов софринской бригады в своей книге девяносто восьмом году когда начали расформировать группы спецназа полковые там начали новые отряды создавать к сожалению софринская гсм как и другие гсм также матерых были была расформирована часть офицеров бойцов ушли в новые отряды на формирование часть офицеров усилили разведку софринской бригады к сожалению на этом история софринского спецназа урсен закончилась вот но безусловно это матерое подразделение со славной историей которая заслуживает того чтобы о нем была и книга написана и фильм тоже снят но это вот должны решать все заниматься этим ветераны данного подразделения к тому же есть валерий чернышов который пишет но материал отлично ему сказал что это отличная база основа для и для книги для сценария поэтому там должны решать вот ну и теперь ответ на главный вопрос почему софринская урсен носила береты на правую сторону значит две версии в итоге остались живучи так сказать и когда я вышел на уже на валерия чернышова он сказал вот только это не должно быть никаких кривотолков значит версия такая и как он я записал как это значит формулировка была такая дал указание носить на правую сторону формулировкой залом берета на правую сторону как продолжение руки воинском приветствии воинское приветствие берет на правую сторону вот кто так можно сказать почему-то не налево опять же нужно понимать один простой момент это были еще середину конец как она почти еще середина 80-х спецназ только разве еще не было четких положений никаких если посмотреть фотографии 80-х годов различных подразделений спецназа кто-то носил на правую кто-то на левую даже витязи такие фотографии видел вот я думаю уже на левую сторону окончательно а сергей альш лысюк принял решение носить вот но опять же четких положений не было командир подразделения валерий чернышов принял такое решение и имел право как командир подразделения поэтому точно так же как командование витязи приняло решение на левую сторону носить точно так же он поэтому это вот я считаю его прерогатива вот и вторая версия которая также ходит и наверняка мне будут писать а вот такая вот еще и версия вот сразу ее озвучу значит вторая версия была такая которую мне озвучивали так как это было у сент был собственно было вторым штатным подразделением и они находились тоже в московском регионе как и витязь то приняли решение вот на правую сторону как бы разделить давайте витязь на левую мы на правую чтобы не путали нас командировках как-то вот так да валерий чернышев чернышов сразу пресек это я сказал нет кривотолков быть не должно то есть это версия просто вот опять же ветераны пытаются там докопаться почему уже опять же забыто было почему и поэтому они пытаются такая вот создаются различные версии вот вот все что я хотел сказать в этом видео про софринский спецназ повторюсь легендарное подразделение монтера всегда мне нравилось и сдача нравилась духах нравился вот и спасибо и первому командиру и остальным командирам которые уже пошли в заложенных традициях развивать спецназ вот сожалению расформирована но след свой оставили и в истории она останется навсегда все на этом у меня все всем спасибо за внимание всем всех благ слава спецназу смерть террористов